Девочка-пай Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Баланс ТВ. Мы продолжаем цикл программ о воспитании детей с педагогом, мамой троих детей Оксаной Высоцкой. Здравствуйте, Оксана! Здравствуйте! Оксана, сегодня мы будем говорить о девочках, но сначала я бы хотела сказать слова благодарности вам. Мы получаем много отзывов как письменных по нашей передаче, так и просто люди на улице говорят о том, что им интересна наша программа, что они смотрят про воспитание детей. Их привлекает и ваша личность, именно как мама и педагога, и то, о чем мы с вами разговариваем. Спасибо большое, что вы к нам приходите, мы очень ценим. Ну, я думаю, что это просто само по себе телевидение очень интересный, очень интересный проект. Вот, как мама, это благодарность моей семье, моему мужу, а те знания, которые я даю, это, конечно, их тоже от кого-то получила. Поэтому это, скорее всего, благодарность тем, кто мне их дает. И также я хотела бы благодарить вас, наши дорогие телезрители. Я знаю, что сейчас существует огромный выбор материалов про воспитание детей, про педагогику. Спасибо вам, что вы уделяете время и смотрите материалы в нашей подаче. Спасибо вам. Мы надеемся, что вы будете следить и дальше. И мы уже обсудили с Оксаной программу передач на следующий учебный год. Оставайтесь с нами. Вот, Оксан, и сегодня мы хотели обсудить такую тему, как воспитание девочек. Просто основная все-таки наша аудитория – это девочки, уже выросшие девочки, которые, может быть, скоро собираются иметь детей или уже имеют. У них есть какие-то свои проблемы, у них есть там свои девочки. И это очень важно и необычно в современном мире воспитывать девочку. Как вы думаете? Почему? Почему нет? Почему? Ну, наоборот, мне кажется, что сейчас традиции, к сожалению, уходят, и в то же время они возвращаются. И мы живем вообще в удивительное время, когда мы можем выбрать то воспитание, которое нам нужно. Мы можем выбрать знания, мы можем их получить и, соответственно, как-то строить свою жизнь уже с полученной какой-то информацией. Ну, давайте начнем, наверное, с более общих вопросов, пойдем более частным. Вот если говорить о воспитании девочки, да, в чем в целом оно должно отличаться от воспитания мальчиков, и какие там цели можно преследовать и воспитывать девочку, и какие-то средства в целом? Ну, вот вы сейчас затронули очень важный вопрос. В чем? Потому что сейчас воспитывают девочек и мальчиков одинаково. Одинаково в том смысле, что девочка, она должна как бы защищаться в своей жизни, да, должна свою жизнь прогнозировать, обустраивать по мужскому типу. Почему это происходит? Потому что движет страх. Вообще очень многими действиями движет страх. Можно я вас на секундочку прерву, чтобы у нас тоже более высокие вещи были понятны. Что вы имеете в виду, когда говорите строить свою жизнь по мужскому типу? По мужскому типу я бы хотела немножко позже чуть-чуть вот поподробнее объяснить, потому что это достаточно такой большой пласт, женская психика не так воспринимает, женская конституция, женское тело, оно все построено совершенно по-другому, и женщина воспринимает мир иначе, чем мужчина. Так же, но иначе. Здесь как бы вот такой вопрос. То есть она видит одни и те же вещи, но реагирует она на них по-другому. У нее другие приоритеты, у нее другие интересы, у нее другие как бы отклики на те или иные события, вещи, людей, слова, чем у мужчины. И поэтому нельзя давать какие-то общие рекомендации или, скажем так, ограничиваться только общими рекомендациями воспитания детей, вот скажем, как бы бесполое такое воспитание. Вот сейчас, например, на Западе там вот, там либерализм, там очень много, и там много однополых браков, да, по-моему, в Америке. Официальная статистика 25% уже однополых, ну как бы, людей. Да ладно, я не могу в это поверить. Да, то есть, представляете, каждый... Мне кажется, все-таки это привелище. Нет, официальные данные, то есть официальные данные, то есть каждый четвертый... Пока я не буду в это верить, Оксана. Нет, я сама была удивлена, я не думала, что это так катастрофически. Мой муж вот буквально на днях вернулся из Англии, и он сказал, что да, действительно, там очень это распространено повсеместно, и это касается образования в школе. Вот о чем я тоже вот слышала, что это очень неблагоприятно, скажем, до 10, до 12 лет вообще поднимать тему как бы сексуального образования детей. То есть это тот возраст, когда ребенок должен жить в сказке, в какой-то чистоте, и всегда во всех народах было, вот знаете, как посвящение мужчины, посвящение женщины, да, вот давали знания. Вот тогда они даются, то есть сначала ребенок должен развивать себе совсем другое. Это очень важно для психики ребенка. Это вам скажет любой психолог, что до определенного возраста некоторые вещи не надо трогать, и не надо их касаться. Может быть, очень красиво, очень сказочно, понимаете, айс, там цветы, да, животик, но в животик, как попал в животик, и не надо в эти анатомические все подробности посвящать. И вот поэтому там, знаете, как там даже в паспорте пишут родитель А, родитель Б. Ну вот я слышала такое, что говорят, что родители первые, родители, что они говорят маму. Даже вот в садиках, как бы вот, что папа, мама там или девочка, то есть мы не однополярные. Так сейчас Путин говорит, да, биполярные надо системе переходить. Ну вот здесь так же. Хорошо, ладно. Разные, 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 как бы полюса. Надо находить взаимодействие, но различия они есть, нужно понимать. Поэтому женщина должна развивать себе присущие ей качества женские. Она не должна нести ответственность. Вот самое главное качество мужчины – это ответственность. Женщина – это неответственность. Женщина – это забота. В первую очередь это забота о детях, о муже, о своих родителях, о тех, кто рядом, включая там животный мир, фауну, там, флору. Все это. То есть женщина – это любовь, это проявление любви. А мужчина – это ответственность. То есть там забота по-другому проявляется. То есть если вы говорите, что воспитание тогда, ну, по мужскому типу, это воспитание в первую очередь ответственности, правильно я понимаю? А воспитание девочки, то есть воспитание женского пути, это воспитание в первую очередь заботы. Да, и уступчивости. Женщина должна быть уступчивой. О, это вообще. Это да, представляете, вот так, женщина, будь уступчивой. Сейчас женщина даже не знает, как это. Она, в принципе, она понимает, что это хорошо, но, с другой стороны, она сопротивляется, потому что все в жизни говорит, вот уступи, голову снесут, и это самое, растопчут, и все, и поэтому, я говорю, страх, страх, и страх у матерей, в первую очередь, поэтому они воспитывают так девочек. Вот просто все темы, которые хочется развивать, даже как-то подробнее и по очереди, и уступчивость, и давайте, может быть, начнем со страха матерей, просто за всеми этими темами я знаю, что много-много-много у вас стоит, вот страхи матерей, я с вами согласна, даже по своему опыту, я вижу, что это очень сильно влияет, и как мне кажется, даже по разговорам с девочками, я вижу, что какие-то страхи матерей, когда они говорят, что ты вот, ну, если что, ты должна не пропасть, А вдруг? Да, если что, и я вижу, что это становится не просто каким-то лозунгом, а просто вот девочка, уже выросшая в каждом конкретном случае, именно руководствуется вот этой вот установкой, и когда она воспитывает свою девочку, это тоже продолжается. Вы знаете, конечно, всегда родители, нормальные родители, они желают своим детям счастья, желают добра, и вот эти слова, они тоже исходят из желания, из любви, из желания счастья своим детям, потому что они видят, вот здесь бросили, здесь оставили, здесь с работы выгнали, то есть мы, вот я почему говорю, мы идем к мужскому типу воспитания девочек, это, ну, как, неправильно я объясню. И получается, что вырастает такой ответственный работник, женщины более выносливые, женщины лучше могут построить карьеру, потому что она может быть более собранной, она более трудолюбивой, где-то она более безбашенная, вот такое слово. Потому что вы знаете, например, почему, недавно, кстати, прочла, почему именно вот когда какие-то теракты отправляют женщин, потому что женщина сначала делает, а потом думает. Потому что я это просто прочла, и там просто проводилось исследование, что, например, если какое-то задание, ну, это вот у киллеров, да, например, профессиональных убийц, вот мужчина, например, ему дают какое-то задание, и он понимает, что он оттуда же не вернется, и он отказывается. А женщина дает, женщина идет, их потом убивает, то есть они убивают, их убивают. Потому что вот это, опять же, особенность женской психики. Конечно, может быть холодной, женщина, причем, более холодная может иметь расчет, хотя она более эмоциональна, но в какие-то моменты она может быть более хладнокровной, более... Еще давно-давно, ой, еще в заре моей юности, мне когда-то случай свел с человеком, который служил, то ли служил в зоне где-то, где вот заключенный, и он говорит, что, в принципе, очень часто высшую меру наказания исполняют женщины. На тот момент расстрел был, я так была удивлена, он говорит, потому что мужчины, они нет, а женщины, они... Просто мужчины многие с ума сходят, то есть они как бы вот какое-то время, скажем так, работают вот на этой работе, высшую меру приводят в исполнение, и у них психика ломается. Женщина нет, женщина может работать. Представляете, как это ужасно, мать, которая должна давать жизнь, да, вот женское начало, ну как бы вот... Мы сядем, что вы как-то думаете. Да, мы ушли, ушли, будешь, ну со мной, да, наверное, у меня всегда передача, она такая с ужасами связана, просто есть вот такие совершенно необычные вещи, да, это вот то, как вот из девочки, да, делают вот, понятно, что... Хорошо, так мы поговорим про крайний случай, давайте вернемся как к позитивному. Вот страхи все-таки матери, вот получается, что у нас, ну мы взрослые, да, женщины, выросшие девочки, у нас уже есть какие-то страхи, которые, может быть, нам были привиты в воспитании, либо... Жизненный опыт, как правило, жизненный опыт. Да, и теперь вот мы не хотели бы, наверное, передать эти страхи... Защитить, мы хотели защитить. Да, девочкам, хотели бы, например, чтобы у них было какое-то другое мировоззрение. Как это можно? То есть мама, которая уже обладает, да, каким-то жизненным опытом, как вы говорите, страхами, и как их не передать своей дочке? Ну, во-первых, для этого нужно понять. Во-первых, для этого самой маме нужно разобраться. Если она не будет понимать, куда она движется, или вообще куда она хочет прийти, она никогда не придет. Если вы, например, хотите поехать, если вы не знаете, куда вы хотите поехать, то в Ленинград вы не приедете, потому что вы не будете знать, например, что вам нужно приехать в Ленинград, поедите куда-нибудь на Дальний Восток, понимаете? Для этого нужно сначала определить цель. И для этого сама мама сначала должна начать разбираться, кто такая женщина, какие качества. Слава богу, сейчас очень много информации, и очень многие говорят об этом, и тем более в нашей традиции, среди нашей среды очень много говорят. Тут тот же баланс. Очень много лекций, очень много книг. И поэтому, когда ты читаешь, ты знакомишься, получаешь информацию, ты видишь свои ошибки. Ты же, скажем, не ты же, но вот каждая женщина, она же анализирует свою жизнь. Поэтому она соглашается или не соглашается. И вот здесь уже происходит корректировка собственной жизни, где правильно, где неправильно, где как бы неправильно вас воспитали. И что вы можете сделать? Вы начинаете вспоминать свое детство, какие-то, может быть, ваши робкие попытки все-таки остаться в этом женском начале, и как вас там меняют, и вы понимаете, что вот вспоминаете свои чувства, и вы понимаете, да, вот это было правильно. А вот как это сделать? Как бы мне хотелось, чтобы мне, например, мама вот так-то так-то сказала в этой ситуации? Вы начинаете это делать. Вы начинаете это делать. То есть нельзя научить тому, чем не являешься сам. Вообще нельзя, да? Ну а как вы научите? Хотелось бы. Да, как вы научите? Просто хочется. Понимаете, вы можете сказать, вы можете дать почитать книжку, скажем, если это уже у вас дочка взрослая. Но дети учатся на примерах. Дети смотрят. Да, вот здесь работает. То есть это какой-то труд, это какая-то аскеза, потому что сразу не будет получаться. Потому что мир достаточно сложен, жесток, и он деградирует. Мир деградирует. Просто сейчас есть возможность получить знания, чтобы возвыситься, но он будет деградировать дальше. Это как бы понятно. Будет какое-то время параллельно существовать, потому что есть такие предсказательные веды. И они говорят о том, что вот сейчас наступило время 10 тысяч лет золотого века. Но это не значит, что не будет деградации. То есть одновременно будет существовать это. Ну то есть мы с вами еще раз вернулись к вопросу того, что в первую очередь родителям надо начинать с себя. То есть чтобы воспитать девочку неплохо самой. Хотя бы получить знания, это не значит, что я сейчас стану женщиной, потом начну, проявлю себе женские качества, и потом начну девочку, свою дочку воспитывать. Нет, это можно делать параллельно, это можно делать вместе. Это вы можете начинать, например, где-то с себя, где-то с дочерью, то есть вы получили информацию. И вы начинаете делать. Вместе, то есть я меняюсь, я становлюсь более женственной, я уделяю тебе больше внимания, я меньше уделяю времени работе. Да, вот это же можно сделать. И параллельно с дочкой, то есть ориентировать ее не на защиту. Вы понимаете, дело в том, что, например, даже когда мама говорит, вот тебя там бросят, вдруг ты там останешься, ты должна в этой жизни прожить, защититься, давай хорошую работу. Не пропасть, да, ведь это же важно, не пропасть. А с другой стороны сказать, ну ты знаешь, ну и уволят тебя. Но ты пойдешь и найдешь. Может быть, ты будешь у меня великолепным художником. А может быть, ты у меня станешь путешественником и напишешь потрясающие книги, которые будет читать весь мир. Вы понимаете, вот что боится мама? Она боится вот этого падения. Да, но падение в каком смысле? Этого падения может не быть. Почему это падение? Это может быть, наоборот, начало, старт. Это может быть старт чему-то другу, просто будет другая сфера деятельности. Вот это нужно давать ребенку. Ну и что? Вот это очень важное такое слово. Вот приходит к вам ребенок, не когда он там просит у вас защиты, и вы говорите, ну и что, да? Да, вот это нет, это неправильно. А вот в той ситуации, когда ты знаешь, а вдруг вот меня там оставят, вот смотри, тебя папа оставил, а вот я одна буду. Он говорит, ну и что? Ну и что? Посмотри, я-то, у меня не было знаний. Я вот, вот это я проглядела, это я проглядела, это я проглядела. А ведь мне надо было вот на это посмотреть, на то, как он будет заботиться. Не на то, какой он красивый, а то, как он будет заботиться. Как он будет, как он относится к детям, какой он хозяин. И, может быть, где-то на 10-20 месте, вот какой он работник, понимаете? Просто если он любит семье, он будет приносить деньги в том, хотя бы вот, чтобы достаток был в семье. Говорит, а у тебя же возможности есть сейчас. Давай, давай вместе почитаем. Вот где опять же, да, давай почитаем. Вот ты знаешь, вот такая интересная книжка, давай я почитаю, она может быть сложной, да, в зависимости от возраста ребёнка. А потом тебе расскажу. Вот вы читаете, ты знаешь, вот чтобы хорошо выйти замуж, нужно, чтобы вот это было у папы. Чтобы он был таким, 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 у мужа, да, таким. И вот здесь вот есть такой момент, я называю 100 вопросов девочки. И вот если вы хотите, чтобы ваша девочка была успешна в жизни, вы формируете её мировоззрение, ну это условно через 100 вопросов. Вы можете написать 100 вопросов, можете 50, можете 500, чем больше вы напишете, тем увидите, как интереснее вообще у вас будет отношение строиться с вашей дочерью. И насколько у неё более полное, более ёмкое будет представление о собственной жизни. Ведь мы стараемся перестраховаться, потому что мы не знаем. А мы можем построить модель будущего, мы можем её притягивать. Вот сейчас очень известно, что вот можно притягивать, создавать мысли, образы, притягивать. И даже какое-то, по-моему, есть там направление, вот психологии или вот каких-то тренингах психологических. Надо этим пользоваться. Что вы имеете в виду под 100 вопросов девочки? 100 вопросов девочки. Изначально в каждой женщине заложено иметь семью. Вот как правило. Я не встречала таких. Даже, даже вот трудно сказать, что хочется в той или иной степени. И вот здесь нужно начинать. Но вот когда ты вырастешь, ты, наверное, будешь мамой. Ты хочешь быть мамой? Да. Ты замуж там хочешь? Вот эти вопросы. А вот за кого бы ты хотела выйти замуж? Ну, девочки, они, когда маленькие, говорят, за папу там. Да. Да, я хочу жениться на папе. Или я хочу, мамочка, я на тебе хочу жениться. Почему? Потому что любит. И не надо пугаться то, что вам дочка говорит, мамочка, я хочу на тебе жениться. Даже не выйти замуж, жениться. Ну и что? Это выражение любви. Она говорит, да, ой, это замечательно. Но ты понимаешь, ведь я же уже замужем, у меня есть папа. И во-вторых, наверное, когда ты вырастешь, ты встретишь какого-то себе принца. То есть даже вот то, что это как бы ребенок еще, у него нет такого вот различия в полах, да, другого пола. Может быть, девочка на маме. Это нормально. То есть не надо там, ой, мои дочери, там, ой, не тебе наклониться. Нет, все у вашего ребенка так. Он просто говорит о любви, а не о каких-то первичных половых признаках, понимаете. Это любовь. И поэтому вот начинайте говорить, ой, а где ты хотела бы жить? Вот ты дома бы хотела, свой дом бы иметь, или бы ты квартиру, в какой бы ты стране хотела жить. Потому что можно сформировать представление, что ваш ребенок не будет жить в центре Москвы, или в центре какого-то мегаполиса, занимать какой-то очень важный пост, будет какая-то бизнес-леди суперуспешная, и все. А может быть, это будет такое счастье где-нибудь на Алтае, в собственном доме. Может быть, будет колодец, да, может быть, будет вода, может быть, вам будет печка, может быть, будут цветы. Человек всю жизнь проживет на Алтае среди цветов, среди любящего мужа. Будут здоровые дети, которые будут вообще напитаны любовью. Скажите мне, какая жизнь счастливая? Вот это вот сумасшедшая? Или та, которая действительно наполнена светом и счастьем? Вот эти ценности, которые утрачены. И мне очень нравится, что сейчас вот в России, в России идет вот именно ориентир на нравственные ценности, на семью, это вот и у Путина, вот я послушала прямой эфир, подчеркивается. Вот он берет это как альтернативу западную, западную, да. Как бы это вот его, как бы такая предвыборная платформа, да, вот есть такие вот основы, да, какая-то. И очень хороший курс, прекрасный курс. То есть мы можем тянуть за собой потом весь мир, да. То есть наша передача с вами тоже как бы это капелька вот в это вот, во все это, это же прекрасно. Вот это то, что нужно давать девочкам. Вот сто вопросов, а какие качества там, а вот, а вредные привычки. Например, девочка, ой, ну вот он будет приходить там и курить, например, да. И вы тут же понимаете, о, курить, ты знаешь, будет плохо пахнуть. Причем не нужно вот эти нотации читать, нужно вот, я подскажу, как правильно подобрать ответ. То есть вам ребенок говорит, здесь у вас должно быть очень хорошее воображение. Вы представляете картинку, вы стараетесь очень внимательно слушать. Не просто там где-то в троллейбусе едете, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А вы слушаете, и у вас должна быть перед глазами картинка. Вот она говорит, ну она там будет приходить, там, сядет на диван, будет курить, там, или читать газету, или пойдет телевизор смотреть, или футбол будет смотреть. Вы думаете, да, далеко не уедешь. И говоришь, ты знаешь, ну, представляешь, дым плохо пахнет. А еще, ты знаешь, я тебе скажу по секрету, там, Ваня, учи зубы. Вот понимаете, вот что-то такое, вот такие вот чисто женские секретики. Ты представляешь, такие желтые, Ваня, учи зубы. Нет, нет, нет. Давай лучше какого-нибудь другого, давай другого придумаем. И вот, ну давай, да, вот девочка, ну давай. Особенно, когда 5, там, 8 лет, 7, вот начальная школа. Конечно, когда по старше, там уже голос не такой сказочный. А здесь вот, давай, да какой он будет. Ну, зубы будут белые, правда, правда. А еще что, а волосы какого цвета? Рыжие, ой, он будет как солнышко. Он будет приходить и улыбаться, как солнышко. Понимаете, вот, 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 вот. И здесь вы тянете, здесь вы как бы, вот, вот то нереализованное, вот оно должно быть не в том, что вы отдаете вуз еще куда-то, а вот то нереализованное у вас, вы можете передать своей дочери, чтобы она уже обратила внимание там, где вы прошли мимо, там, где вы зря прошли мимо. И вот так ее строится жизнь. То есть, когда получается, что, если вы вовремя это начинаете, то девочка уже к замужеству, она уже четко знает, что она хочет, кого она хочет встретить, какую она хочет семью построить, какими качествами должен обладать муж, как вообще строятся отношения в семье. И здесь вы передаете знания, то есть она полностью знает. И поверьте, и когда она будет смотреть на человека, она будет, вот, которого он встречает, да, на мужчину, которого он будет встречать в своей жизни, поверьте, она будет уже опираться на эти знания, на эти желания. Ей будет другой, неинтересен. Да, это высокая планка, но это стоит того. Зато вот ее жизнь уже будет совершенно по-другому прожита. Ну, то есть, получается, если мама вот задает дочке такие вопросы и обсуждает с ней, то это позволит дочке потом, то, что говорится, потом встретить человека, правильно расставлять приоритеты, да, смотреть на правильные вещи, на какие-то там, может быть, качества. Это уже формирование идет, понимаете? Это формирование идет. И вот здесь вы можете закладывать. И вот здесь я хочу сказать, что, почему я сказала, что сначала сами, сама мама, сами родители должны определиться, куда они хотят прийти. Конечно, если они хотят сделать бизнес-леди, можно то же самое сделать только с бизнес-леди. Только просто другие вопросы будут. Методика вот такая. Вы должны привести, вот мы о чем сейчас я говорю, что женщина счастлива, не выполняя мужские обязанности, а выполняя женские. Понимаете, даже вот женская энергия, их на самом деле можно разделить на два типа. Ну, можно быть, на три, но он как бы один там в другой входит. Это как бы женская энергия, да, венерианская, и материнская, родительская, это луна. Вот сейчас венерианской очень много. Еще с добавлением раху, то есть это такое бесшабашное, вульгарное где-то, неприятное, да, когда добавляется вот этот вот перебор. Материнская очень мало энергии. Материнская это, почему я сказала три, что это может быть и дочерняя энергия, и сестринская. Сестринская, да, вот в отношении к братьям, или к сестрам, или к миру. Но вот именно материнская энергия, вот ее мало, но она более главная. В нашем мире она более главная. Потому что есть такое выражение, что именно матери, матери мира открывают дверь в рай, открывают дверь к Богу. Это очень важно. И нужно девочек ориентировать именно на семью. И я, например, за то, чтобы ранние браки были. Ранние браки. Сейчас идет тенденция, после 30 делаем карьеру, потом дети, семья, потом, значит, создаем семью. Нет. Девочка должна воспитываться в семье, и из семьи в семью уходить. Между прочим, я считаю, что молодые люди тоже. Единственное, что они должны быть подготовлены, набраться знаний. И такой момент, что, конечно, молодой человек, если он рано женится, он еще как бы не окреп материально. Вот здесь должна семья помогать. То есть родители должны помогать детям встать на ноги. То есть на первых порах должна быть где-то материальная поддержка. Но это не значит, что позволить ребенку сесть на шею, и я буду тащить тебя, твоих детей, внуков, и костьми лягу. И это нет, неправильно. Нет. Но очень важно, то есть с одной стороны, выталкивать ребенка в этот мир, мужчину я имею в виду, а с другой стороны, как бы и помогать, все равно материально поддерживать. Вот здесь, наверное, может быть, моя точка зрения не со всеми согласуется, но это личный мой жизненный опыт. Я за ранние браки, и с той, с другой стороны. Может быть, молодых людей чуть попозже, там 20, там 20 чем-то. Не надо, пока они тепленькие, пока они еще там вот грязи не набрались. То есть семьи должны быть хорошие, семьи должны быть чистые, чтобы дети были хорошие. Вот мы говорили в одной из передач о плохом потомстве, а вот нужно хорошее потомство. Крепкие семьи. И чтобы традиции были семейные. Это очень важно. Но я очень против разводов. То есть нужно максимально сохранять семью. И вот эта задача женщины. Это на то, что нужно, на это вот именно нужно девочек ориентировать. Это важнее. Это важнее математики. Это важнее поступление в вуз. Это важнее многих-многих вещей. А вот у меня просто миллион вопросов вам, Оксана, я их пытаюсь. Я тогда постараюсь короче просто отвечать. Каждому каждому все, что вы говорите есть, просто очень откликается. И очень хочется задать вопрос по каждому пункту. Вот, Оксана, я могу вас спросить на примере. Это даже тоже есть в моей семье. Вот то, что вы говорите. И многие люди уже интуитивно, например, что девочка, что ориентировать на материнство, Что в этом больше счастья Мы желаем счастья детям, в этом больше счастья Но, вот в чем тоже мы с вами разговариваем У нас есть социум И вот я могу сказать про свою там маму Они хотят, чтобы их ребенок был счастлив И они чувствуют, что он будет счастлив таким образом Но у всех есть родственники Бабушки, тети Друзья, коллеги И у них есть, конечно же, свое представление Которые, например, не такие у нас пока продвинутые О том, как надо воспитывать В частности, девочку И они, конечно же, желая добра И самых лучших побуждений Они вот нашей Гипотетической, либо нашим конкретным мамочкам И говорят, что Ну, и причем, вы же знаете, русские женщины Они не будут аккуратненько Да, как что, не будут говорить, что Ну, то есть, общественное мнение В лице других же женщин, в первую очередь Оно оказывает прессинг на такую маму То есть, мама воспитывает девочку, зайчика Вот, ранний брак, счастлива в семье И говорят, о чем вы говорите Ваш ребенок не имеет высшего образования Какой позор Как это возможно, или там А что у вас по математике? Вы там в пять лет еще не выучили французский Ну, то есть, на женщину будет оказываться Я прям, ну, я знаю такие примеры Сильное давление О том, ну, как же она будет, да Ну, и женщина же, она тоже не железная Ну, как же, вот как же будет моя дочь, да Вот мне все говорят, как ей будет плохо Ну, да, все говорят, а я одна Как я не права И, ну, реально, это очень сложно вот выдерживать Вот что делать там нашей маме Воспитывать такую дочку в рамках социума А социум у нас представлен конкретными Какими-то близкими и там удаляющимися людьми Но активными обычно Ну, смотрите, вот человек имеет свое мнение Ну, и вы имеете свое мнение Тоже имеете свое мнение Вы послушали, покивали, делайте по-своему Вы знаете, Буратино очень хорошо сказал Поучайте лучше вашего, поучат Поэтому, поэтому, ну, ради бога Не идите, кивайте, кивайте Вот, в чем я тоже знаю, я обсуждала В чем сложность такого кивания Потому что там будут говорить, там, ты плохая мать Что ты делаешь там Ну, то есть люди как бы, они обвиняют В чем плохая? Ну, типа, у тебя там ребенок Там, вот, говорите, там, воспитывайте Заботу, мы сказали, и уступчивость И вот, предположим, у нас растет заботливая И уступчивая девушка, да А вот, а Машенька-то чемпионка района По шахматам, например, да Ну, и пусть играет И пусть играет А ваши, типа, ничего не умеют Пусть плавает, там, вперед Вперед Не умеет Цыплят по осени считают Не надо, нужно понимать Это ваши, вот если вы Вот так вот, и да, и то Ну, еще и будут уже пугать Что вот, а вот с этой то случилось А вот с этой то случилось А у тебя там она вообще к жизни Там не приспособленная Она там сразу же Ну, в общем, буду так хорошенько Я вам скажу другую Вот первое, когда я услышала про женщину Там, у меня дочка ходила Еще, по-моему, даже в начальную школу И там у нее в классе училась девочка Она не очень хорошо училась У нее мама Мама очень хорошо Да Счастливый брак Вот я вам скажу пример Трошница, да, точно, да Она трошница, да, да, ну, как-то так Она по себе такая красивая Очень женственная У нее вот эти качества Она такая привлекательная То есть есть вот такое вот это Вот, поди сюда Вот это в ней было И, конечно, в школе там учителя На социуме это не тетя и дядя Это учителя Ой, да это, да Что это вообще Это просто вот к стенке Расстрел, автомат Можно давать все что угодно Наслушаешься такого в школе ужасно Девочки И мама ответила Да ради бога И она вырастет Хорошо выйдет замуж И счастливо проживет свою жизнь Здесь ставка идет на замужество Да На качестве замужества Вот здесь я хочу сказать Дело в том У нас нет Мало, скажем так, хороших женщин И у нас мало хороших мужчин То есть это всегда такой процесс Конечно И в чем-то Вот эти тети, дяди Да, как-то Однажды в Африке случилось еще несчастье Да, там вот эти все бегемоты Там жирафы у Высоцкого Вот они там все тоже советовали Да, да Это так есть И, конечно, они в чем-то правы И здесь нужно понимать Нужно понимать Что, да, брак будет, возможно, не таким идеальным Да Это, может быть, не надо говорить ребенку Потому что ребенок, он должен верить И вот эта вот сила веры Она притянет хорошее в жизнь Образование надо получать Но образование должно быть, опять же То, которое дополняет женские качества Может быть, даже это не высшее будет Может быть, это будут курсы Может быть, это будут школы и какие-то курсы Человек себя будет реализовывать Вы понимаете, есть разные вещи Понятие образования и понятие профессионализма Вот нужно быть профессионалом Нужно узнать то, что ребенку нравится И развивать его в этом плане И когда он будет профессионалом К нему будут приходить И не смотреть на его корочки К нему будут приходить конкретно Потому что вот он в этом разбирается А какие у него там корочки На это смотрят на какое-то Когда ты идешь служить куда-то, работать И на кого-то работать Вот тогда смотрят на корочки И то, профессионализм побеждает это И вот о чем я хотела сказать Что какой-то период, конечно, возможно Брак не будет таким идеальным Да, вот как мы нарисовали вот этот дом Потому что качества мужчин пока тоже нет Потому что, я говорю, это обоюдный процесс Но здесь нужно понимать Одно поколение, второе Дети в таких семьях будут другими Мы дадим начало хорошим детям С правильно ориентированными ценностями Поверьте, это того стоит И если вот сейчас это начинается То мы с вами еще застанем Уже, вернее, не еще, а уже застанем То общество, когда будут другие браки Другие ценности И когда женщина в конце концов Может стать женщиной вернуться Как раньше женщины воевали Вот за равноправие Да, это вообще Это просто какой-то лабораторный опыт Над женщинами То теперь очень хочется вернуться обратно Просто быть женщиной Чтоб о тебе заботились И чтоб не было этих страхов Чтоб тебя любили Потому что всегда изначально Женское начало Оно всегда уважалось Почиталось Вот это почтение, уважение Оно сейчас, к сожалению, исчезает Ну потому что, ну разве можно Уважать вот это Да, понимаете? Это уважать не хочется Хочется любить эту Уважать эту А эту не хочется Кстати, мы сегодня поговорили Какие-то ужастики Хотела бы вас порадовать И то, что вы говорили Про феминизм Я не знаю, насколько вы читаете Я вот в интернете На нескольких там Условно говоря, феминистских И таких социальных сайтах Видела статьи о том Там 10 качеств женщин Это очень люди, которые Ну далеки там от физического знания И там везде вот то, что мы говорим Уступчивость и вот это Там все качества Они в такой, скажем Юмористической, иногда Саркастической манере Написано, что вот это нужно То есть у меня настолько Эти статьи собирают Там невероятное количество лайков И я вижу, что их друзья Перепощивают Перепощивают И перепощивают Ну то есть Удивительно то, что вы говорите Что действительно тенденции Они проявляются совершенно Там с разных сторон И действительно в очень Неожиданных местах И мы вот с вами поговорили о том Что как бороться с давлением Общественного мнения И вот еще Тоже мы начинали уже с вами обсуждать А что делать Мы видим, что сейчас во многие семьи Приходят дети Которые сильно отличаются От родителей Можно сказать В лучшую сторону У них уникальные Физические параметры Уже с детства Да Очень глубокий интеллект Который невозможно Там уже к 10 годам скрыть Да Либо очень тонкое понимание Природы и искусства И такое бывает Что дети в этом Сильно опережают Родителей Вот что делать Если мы видим Да Что Ну ребенок Бывает какие-то качества Которыми мы сами Не обладаем Вот как их развивать Либо не мешать И что Как взаимодействовать Искать того Кто лучше вас Кто профессиональнее вас Если например У ребенка У меня в школе была девочка Она рисовала Как бог Просто Она просто У нее такое видение Она Она так красивая Это потрясающе Я просто Рисование преподавала В школе Ко мне Подошла я мама Говорит Вы знаете Вот она хочет Ну вот заниматься Можете там Вот кружок Я еще вела Это еще частный Я говорю Вы знаете Я не смогу Вам нужно идти Профессиональную Ну уже Профессионалом И вот через год Я когда вела Как она рисует Я еще рассказывала Мне мурашки Это такая красота Ищите профессионалов Профессионалов Которые еще будут Обладать еще Хорошими Личностными Качествами Это вот Если например Английский у девочки Да язык Если это танц Ищите профессионалов Чтобы это было Не как в спорте На результат А чтобы это было Для развития Если это ребенок Более умно Тонко Тонко чувствует мир Ищите духовного учителя Тем более Но в нашем обществе Пожалуйста 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 Ищите педагогов Которые У нас просто сейчас Которые будут обладать Духовными качествами У нас просто Сейчас как бы Есть для более взрослой Аудитории Да Наставники Есть А для детей Не так много Которые могут Подать материал Именно вот Сообразно С возрастом Ребенка Вот это Это да Вот я думаю Что Это будет развиваться В нашем обществе И на это идет Ставка Это очень важно То есть получается Что мы вот это Звено Детское звено Сейчас уже Очень много Детей То есть Это настало потребность Очень много В нашем обществе Детей Вот оно Как бы Немножко утеряно Нет Очень хороших Наставников Которые могли бы Вот на таком же уровне Как Радханатха Махарадж Как Читавин Чандра Махарадж Вот давать Как мы Как Бхактавигьяна Гаслами Махарадж Я думаю Не все наши зрители Знакомы с этими именами Вы имеете ввиду Учителей в духовных Да В духовных учителей Вот это очень важно Для взрослых А вот именно для детей По-детски То есть там Там немножко другой уровень Там другая подача Там другая терминология Употребляется Вот это Вот это очень важно Но я думаю Что такие люди придут И я тоже Просто я разговариваю С людьми И я тоже говорю Что вот А что там Что бы планировать Что мы планируем школу Которая бы совмещала Общеобразовательные предметы И какое-то вот такое воспитание То есть Ну я знаю Что такие проекты Сейчас готовятся Либо планируются Это очень хорошо Этот проект Очень важен И очень нужен Но я хочу сказать Что он не будет Сразу идеальным На первых порах Да И я думаю Что параллельно Нужно начинать С какими-то лагерями Как бы выездные лагеря Вот Вот Больше идти в это То есть вот Когда едут дети Могут там родители присутствовать И вот именно В этих лагерях Можно найти Наставников Для детей Они могут даже быть Непрофессиональными То есть Профессионального учителя Там Общеобразовательных предметов Найти легче Просто они Не обязательно могут Сочетать в себе Те и другие качества Они могут быть Одни Преподаватели Преподают Общеобразовательные предметы А другие Как бы вот Как бы духовную жизнь Ведут детей Хорошо Когда это сочетается И то с другим Это очень большая редкость Просто хорошо Преподавателя Трудно найти А чтобы найти еще Вот Преподавателя Аса еще Вот как Духовного наставника Это единица На многие Тысячи Такой человек Вот Я думаю Что это будет И Ну это очень интересно И Вот Это просто счастье Если такое произойдет Конечно Я за то Чтобы мальчики Девочки До какого-то возраста Были отдельно Потому что У каждого Свои задачи У каждого Как бы Своя методика Подхода к детям То есть С мальчиком Можно по одному Общаться Да В одном Ключе с девочками Совершенно другой ключ Подойдите Попробуйте С мальчиком Сю-сю-пусю Там сказочный голос Там еще Они на вас посмотрят Скажут Такое пришло Чудо к нам А не преподаватель Но самое главное Должно быть Объединять Педагогов В том Что детям Должно быть интересно Оно должно быть Захватывать То есть Человек сам должен Гореть этим У человека Должны быть Реализации Какие-то свои То есть Только тогда Он сможет А что вы имеете Ввиду раздельно То есть Играть на разных Детских площадках Нет обучения Нет Как это играть На разных площадках Детских Нет Не до такого Обучения То есть Именно когда идет Процесс серьезного обучения Это не детский сад А позже Скажем школа Лучше если это будет отдельно Лучше это будет отдельно Это задача Тем более Больше уважения Будет К противоположному полу Больше трепета Будет Во встречах Это не будет Так обыденно Как Это все Более будет Более как бы Вы понимаете Когда вы Что-то больше цените Вы к этому Более трепетно относитесь Безусловно Безусловно А здесь Когда это Когда есть Разлука И дистанция И конечно Отношения Совсем-совсем Другие Когда перед тобой За партой сидит Девушка в джинсах И у нее там Вот эти вот джинсы Они там Намного-намного Ниже талии И не всегда Как бы фигура Она позволяет Это даже показать Даже по эстетическим Понятиям Это не так красиво Но это Мне интересно Вот сейчас Оксана Завершая нашу передачу Хочу спросить Два вопроса Именно про Количество времени Которое надо Проводить с девочками Я в последнее время Очень часто Слышу такое мнение Что Не столько важно Ну именно Работающие Мы считаем Большинство мам В нашей стране Все-таки Это работающие мамы Что не столько важно Сколько времени Вы проводите Со своим ребенком Что важно Качество этого времени Ну что лучше 20 минут Но качественное Чем много Но некачественное У меня вот эта точка зрения Вызывает такой яркий Внутренний протест А что вы думаете Сколько времени Там нужно проводить 20 минут А что об остальной У меня сразу возник вопрос А что же делать В остальное время Вот я просто представила Это ребенка Когда вот он Что он в остальное время делает Ну наверное Ходит в садик Бывает с няней С бабушкой Я желаю Я желаю всем женщинам Чтобы у них была Возможность Не работать Вот чтобы У них жизнь так складывалась Чтобы им хотелось Не работать И чтобы они не работали Они могут там Уйти там на час На два Там в неделю Да На три Там вот Просто так Чтобы увидеть мир Чтобы себя показать С другой стороны Можно же с ребенком ходить Это когда вот маленькие дети А так это же можно и с ребенком Максимально время Нужно уделять детям Максимально Считается что Четыре часа в день Женщина должна Ну когда грудные дети Когда совсем маленькие Четыре часа в день Женщина должна посвящать себе То есть вы можете Куда-то уйти Там на два На три На четыре часа Что-то делать И дело в том Что как бы Ваша нервная система Она отдохнет Да Перезагрузится И у вас Не будет столько Негатива к ребенку Да Потому что От детей устаешь От детей устаешь Еще как Еще как устаешь Да Это видно По измученным Замотанным мамочкам Да Которые сами растят Четыре часа В день Женщина должна Три-четыре Должна как бы Уходить Или там В несколько дней То есть кто-то Должен быть с ребенком Все остальное время Должно быть с ребенком А если вы говорите Вот по максимуму Проводить время с ребенком А как вы смотрите Вот на Нужно Детский садик И вот Воспитание девочек И детский садик То есть Стоит ли отдавать Ребенку детский садик Что естественно Умешает количество времени Которое мамам проводят С ребенком Понимаете Опять это идет Вот детский садик Это Оно Это не она Не он Это Оно Здесь есть система Вальдорской педагогики Вот девочка Это вальдорская педагогика То есть Многие говорят Что там нет Такого сильного образования И слава богу Там идет Наработка Внутренних качеств И эти люди Они потом Как бы Очень быстро Восполняют Этот недостаток Образования В силу своего характера В силу Как бы Не в силу Не в силу характера А в силу В силу Я сейчас скажу Правильнее Сформированного Правильно сформированного Характера Они умеют строить отношения Они умеют Правильно говорить Нет Они умеют Правильно выбрать Поставить цели Они больше способны Понять себя И чего они хотят В жизни Да Потому что Очень часто Мы как бы Вот ребенок Он вышел из школы И дальше что Его все время Вели-вели-вели-вели И дальше говорят Выбирай Да он не знает Что выбирать Редко когда знает Или выбирает То что как бы Опять же Из-за страха Чтобы перестраховаться Вот вальдургская педагогика Она как раз Дает развитие Максимальной личности Если будут Родители спрашивать Таких групп Будет больше Я думаю Что мы сможем поговорить Об этом наверное Поподробнее На наших следующих программ Да потому что Я думаю Не все знают Включая меня Вальдургская педагогика Чтобы вы больше Это можно сейчас Даже в сайте Вот посмотреть Не в сайте А в интернете Можно посмотреть Получить представление И это то что Там мальчики Девочки Они как бы В одной группе И там педагоги То есть ребенок Он всегда вовлечен В деятельность В какую-то Вместе со взрослым Совместную деятельность И там очень много Посвящено именно Как бы Искусству Восприятию прекрасного То есть вот Тех красивых вещей Которые есть В каждом человеке Если вы хотите знания Это методика Монте-Сори То есть Если вы вот Целенаправленно То да Можно совмещать То и другое Но я например Девочки Это вальдургская педагогика Хорошо Это очень И определенная категория Мальчиков А остальных мальчиков Их можно Методику Монте-Сори И так далее Вот там знания Все такое Оксана Когда с вами начинали Цикл программ На самой первой программе В конце Я попросила вас Сказать несколько слов И вы сказали Я очень хорошо это помню Что самое главное Воспитание детей Это любовь Мне это очень понравилось И я думаю Что это и положило Начало нашему Такому хорошему циклу Сегодня вы говорили Про воспитание девочек Тоже можете сказать Либо какие-то акценты Проставить Либо несколько слов Которые вы бы хотели пожелать Мамам Именно про воспитание девочек В завершении нашей передачи Самое главное Самое главное Не бояться Девочку воспитывают девочкой И не бояться Что она потерпит неудачу Нет Наоборот Она будет более счастливой Просто это Понимание счастья Будет не общепринято Это будет Счастье Более близкое к истине Истинное счастье То есть это будет Истинная реализация И у меня есть Просто примеры Такие уже Вот когда Выросли Вот дочери Моих там подруг Да И которые Именно так воспитывали Они более счастливы в жизни Более реализованы И их жизнь Больше наполнена Любовью и светом То есть есть реальные примеры Есть реальные примеры То есть то, что я говорю Это работает Это действует Не бойтесь Не бойтесь Не бойтесь Не бойтесь Спасибо, Оксана Вы смотрели Телеканал Баланс ТВ Сегодня с нами в студии Была Оксана Высоцкая Педагог Мама троих детей До свидания Мама троих детей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok